клопы черепашки я им сегодня посвящаю это видео я их не приветствую но приветствую процветайте здравствуйте все дорогие человеки земли будем говорить об этой важной теме вот что творится на томатах начало августа вот они ползают уничтожают вот прокалывает как они уничтожают прокалывают клеточку плода любят очень молодые плодики конечно же прокалывает и высасывает сок а если только высосали сок они туда отправляют со слюной ферменты и плод становится несъедобным вот какие шикарные они разноцветные оказывается их очень много их разновидности десятки и в разных странах на разных растениях у нас мы раньше привыкли к тем серым которые на зерновых размножались и росли их раньше самолет отравили различными сильными ядами а вот эти появились с 2012 года в нашем регионе я тогда очень радовалась что такие красивые появились какие-то красавцы вот они вот ползет сейчас выбирается очень красивый вот вот разноцветные панцири такие у них вот они уже наверное поскричались и вот самые-самые разноцветные расцветки есть но что же делать с ними 2016 году я уже делала видео по этим вредителям а сейчас я уже пришла к некоторым выводам и научилась с ними не просто бороться борьба это не всегда хорошо но для начала давайте рассмотрим очень важную информацию о развитии этих вот эту семейку малышей я нашла вот вместе с перчиком видите что с перчика осталось везде вот эти укусы белые точечки и перец непригоден для питания он становится горький вот я изучила их развитие весной осенью они тех что остаются они прячутся какие-то укропные местечки для того чтобы перезимовать и только в апреле когда плюс 15 градусов у этих регионах где позже там и в мае они выходят приходят в чувство после зимовки хорошенько питаются молодыми травами и начинают откладывать яйца одна самка откладывает за один раз 40 яиц а вообще-то она может произвести 4 кладки с 4 по 4 на 40 это получается 150 160 яиц личинки появляются на седьмые десятые сутки и после этого через в летний период это три недели достаточно а вот когда прохладные ночи то 30 дней то есть течение месяца вот это этот малыш становится взрослым насекомым которые начинают активно дальше продолжает и размножаться и уничтожать урожай есть разные клопы они у нас эти черепашки каких только видов нету если итальянский а он живет на укропе есть вот такая вредная черепашка клуб вредная серая которая коричневая серая которая на зерновых культурах раньше их обрабатывали самолетом есть клопы итальянские клопы и ягодные в итальянские это укропный ягодные на малине очень много это зеленые такие красивые клопы что же делать и я несколько лет искала этот ответ и пришла к тому что вот какие могут быть способы борьбы с этим вредителем первый это биопрепараты есть такой препарат баверин есть скарада которым я пользуюсь очень успешно работают в этом плане лаборатории специальные но это и редко где они сохранились в наше время они выращивают другие насекомые которые успешно попадая на тело этого вредителя проникают и уничтожают принцип тот же что и биопрепараты яда можно использовать второй класс это опасно для человека не будем мы это делать и вот что же делать я пришла к такому выводу что не буду я садить эту сотню томатов баклажаны перцы в открытом грунте попробовала укрытие временные это спасло ситуацию но что же делать дальше сейчас я вам покажу а вот мы в теплице это высокорослые томаты я их уже истригла основной урожай практически 7 кистей собран он уже находится в банках вот дальше продолжают созревать томаты и здесь нет этих плодов которые имеют вот такие точечки и здесь нет вредителей этих за счет чего это происходит за счет того что здесь замкнутое пространство и я могу работать биопрепаратами и даже пройтись и посмотреть на листья достаточно вот 35 кустов томатов здесь вместо 100 которые там у меня были когда-то я их выбрасывала ну еще есть кустов где-то 28 в другой теплице вот этих томатов для нашей большой семьи предостаточно для того чтобы вырастить урожай который мы выращивали на 100 кустах в открытом грунте поэтому первый выход это теплицы и укрытия ну теплицы намного лучше потому что укрытие все-таки там низкорослые растения выращивала низкорослые томаты а здесь все-таки лучший выход здесь урожай будет до холодов второй путь для того чтобы иметь урожай томатов не пораженные вот этим вредителем это нужно иметь ранее сорта ранее сорта и высокорослые чтобы начинать с июня месяца и до середины сентября до конца сентября иметь урожай ну и третье важное условие это биопрепараты обязательное условие использования их для того чтобы иметь здоровые растения и не только защищать их от клопа черепашки но и от других от белокрылки от каких-то того же колорадского жука если вдруг залетит он здесь долго не живет вот такие способы я нашла это не борьба это просто-напросто решение проблемы получение урожая томатов у меня сейчас друзья принесли с рынка томаты в белых точечках я им показала свои которые у меня несколько кустов на улице для я их специально выращиваю в ранние сроки собираю а то что остается для того чтобы видеть как развиваются когда выход идет четвертого поколения это массовый выход четвертого поколения и он в этом году состоялся несмотря на то что была холодная зима и длинная он состоялся 25 июля вот такие сроки значит август месяц будут все уничтожаться везде и всюду вот такая важная очень важная тема в 2016 году я просто ставила вопрос в своем видео что же делать вот я нашла без химикатов без ядов без каких-либо других особых затрат можно выращивать в теплицах ранее высокорослые индетерминатные томаты в то же время здесь же можно выращивать и баклажаны и перцы и не использовать очень опасные яды второго класса всего вам доброго с вами была раиса горяченко